Добрый день дорогие друзья! Мы продолжаем нашу недельную главу Хаесара и смотрим опять Лаван говорит Элиезару приглашает тебя в дом взойди благословенный Богом я же очистил дом Медраж говорит он очистил дом от идолов и верблюды которые были в намордниках в дом не заходят в чем же дело? а они понимают верблюды понимают что всех идолов он не убрал Лаван пошел убрал остальных идолов на которых не обращал внимания и тогда верблюды пришли дома ели все где у нас что-то подобное есть? мы знаем нашего мудреца знаменитого тесте раби Шимона Барьяхая раби Пинхас Бенеир мало того что он сам был величайшей личностью и когда раби Шимон Барьяхая в благословенной памяти задавал ему вопрос по Торе у него было 12 правильных ответов так раби Пинхас Бенеир остановился раз на каком-то постоялом дворе и хозяин двора дал ему овес поесть ослу осел стоит и не двигается нет он не ест они думают что может ячменичин крупный для него взяли его перемололи поставили он не ест все равно как это твой осел не ест овес он говорит а ты отделил десятину от этого ячменя он говорит нет он говорит ты сначала отдели десятину и посмотришь хозяин взял отделил десятину из ячменя осел начал кушать стоит ест то есть настолько высокодуховным было это осел и вот тут такие верблюды раз у Рави Пинха Саби Невира был такой осел то почему верблюды Аврагама другие они тоже были какой хозяин такие у него и слуги такие у него и животные и мы учимся от слух наших праотцов и мудрецов Торы больше чем иногда чем от потомков наших праотцов дальше если мы видим что хорошо Лаван понимает что в доме Аврагама идолы недопустимы они знают кому молится наш праотец Аврагам они все это знают это не то что что-то от них скрыто но они остаются идолопоклонниками смотрит Лаван какой у него был дедушка и папа и папа Террах Нахор Бетуэль он видит и все они поклонялись идолам Лаван продолжает поклоняться идолам хорошо казалось бы столько общения столько всего вся его жизнь он хорошо знает такое врагам он веки что происходит все-все-все прошло 117 лет и он опять и он опять уже Якову 97 лет у него он 20 лет отработал но он говорит Якову предъявляет что ты украл идол получается у него поклонство продолжается ничего не поменялось хотя он знает что Всевышний Богословил дом его ради Якова что ему досталось богатство неимоверное все понимает но все равно идолов не отставляет когда он разговаривает с Яковом он говорит перед тем как дать Якову уйти то есть они компируют и он говорит что всесильный аврагам и всесильный нахора пусть судит между нами бога царь и написано что Яков поклялся перед тем перед тем трепещет отец его Ицхак то есть Лаван остается идолопоклонником это не был какой-то глупец он знает кому молится Яков кому служит Яков знал аврагам Ицхак ничего не поменялось все равно идолы остались у него как бы ни было и действительно если мы смотрим что же происходило что у Рагама было огромное количество воспитанников домочадцев мы видим 318 человек у него было только те которые погнались с ним за Вавилонской армией мы видим мы знаем что у них много было людей которые пришли к Торе и что осталось остался один Ицхак из всех всей армии людей которых он привел к Торе один Ицхак остается у Ицхака из двух сыновей верным остался только Яков Ицхак поэтому пути не пошел пошел в своего дядю Лавана Бетуэля Нахора пошел в эту семью Яков пошел в семью Аврагама и это очень непросто и когда у Якова после всего оказалось 12 сыновей и все они сказали Шма Ицраэль то это было невероятно что Яков удалось заслужить чтобы Всесильный дал всем его сыновьям такой подарок что они поверили во Всевышнего то есть это было настоящее чудо невероятное что ему это удалось Яков вот так вот и мы будем надеяться что нам удастся глядя на Тору изучая эти все места что мы тоже сумеем выстоять в том испытании которое нам Всесильный дает и чтобы у нас все было хорошо наших близких урок был дан за поднятие души Владир Бен Григорий Берта Бат Исраэль Павел Бен Ефим Самуил Бен Герш Хай Мал Кабад Йосиф Мир Бен Мен Итон Мендель Бен Мендель Яков Бен Нахум За здоровье Светлана Бен Клара Шимон Бен Исхак Борис Бен Мария Анна Бат Ривка Полина Пер Бат Соня Сура Лена Бат Клара Жиль Бат Ида Анна Бат Елена Евгений Бен Соф Лед Бор Бат Мир Ада Бат Рива Вадим Бен Татьяна Юлия Бат Белла Яков Йосиф Бен Рахель Шимон Бен Мира Фейга Бат Берта Ася Бат Года Марк Бен Нина Ира Бат Вера Леор Бен Клара Рафаэль Бен Клара Хана Цепора Бат Цара Ида Бен Хая Авива Мазл Параса Гула Ирина Батури Арон Арон Ребен Двор Родни Сбен Ахум Абиган Бат Цара Хана Бат Аврагам Параса Ибриют Владимир Бен Рая Марина Бат Рая Борис Бен Марина Всего Хорошего Легу Марченко Всем Браха Параса Кабана Мазл Топ Что мы Это Время Не грешили Читали Тору Всем Все Само Наилучшего Всем Желаю Крепчайшего Здоровья И до